Всем привет! Жан-Клод Ван Дамм был настоящей звездой боевиков и просто иконой своего времени. Каждый, чье детство или юность хоть как-то затронули конец 80-х или 90-е годы, помнит, сколь культовой личностью был тогда бельгийский актер. Как по нему сходили с ума, мечтали повторить его коронные шпагаты и вертушки, ну а лицо Ван Дамма украшало все, начиная от игральных дворовых карт и заканчивая салонами общественного транспорта. Да, в те годы слава Жанна Клода гремела и, казалось бы, так будет вечно, но, как мы знаем, вечного в этом мире нет ничего, поэтому после долгих лет невероятного подъема актер потом в одночасье просто исчез, как будто канув в лету. И теперь не то, что в кино, но даже за пределами экранов появляется крайне редко. Что же произошло, почему Голливуд в одночасье отвернулся от своего недавнего любимца, виноват ли в этом он сам, а также как сейчас живет былая звезда боевиков и правдивы ли разговоры о его невероятно бедственном положении? Предлагаю во всем этом разобраться. Ну а начать я уже традиционно должен с небольшого экскурса в биографию Ван Дамма. Сам Жан-Клод бельгиец родился он еще в 1960 году в Брюсселе и уже с довольно молодого возраста занялся спортом. Причем сперва это был бодибилдинг, а уже потом карате и кикбоксинг, в которых Ван Дамм действительно достиг определенных высот, получив черный пояс, став чемпионом Европы, а позже трехкратным чемпионом мира. Так что, как видите, подготовка у будущей звезды боевиков оказалась что надо. Ну и уже в конце 80-х начался звездный час Жанна Клода. Сперва он засветился в фильме «Не отступать и не сдаваться» 1986 года. Кстати, именно тогда актер подправил свою сложную фамилию Ван Варенберг на более понятную и звучную Ван Дамм. Ну а уже в следующем 1987 году молодой актер должен был появиться в легендарном хищнике. Причем нет, не в роли борцов с инопланетным существом, но собственно говоря, как раз таки в костюме самого хищника. Да вот только не сложилось, потому что уже в процессе Ван Дамм был бесцеремонно выдворен с площадки. Причем версии того, как так вышло, расходятся. По официальной, не слишком рослый бельгиец, а рост Ван Дамма всего 177 см против почти 190 у Арни. Так вот, якобы авторы фильма решили, что такой хищник будет не слишком внушительным и потому поменяли Ван Дамма. Правда, сам он говорит совсем другое. Причина, по которой он был уволен в конечном итоге, по словам актера, связана с отказом сделать трюк, который он считал небезопасным. Дескать, режиссер попросил его совершить прыжок, который Ван Дамм считал слишком рискованным, он отказался и был уволен. Где тут правда, а где нет, сказать сейчас сложно, но уже со времен Хищника некоторые участники киноиндустрии стали говорить о Жан-Клоде как о довольно своенравном и даже капризном актере. Об этом и о влиянии такой характеристики на всю карьеру Ван Дамма мы более подробно поговорим попозже, а пока вернемся в конец 80-х годов. Когда случились такие фильмы, как «Кровавый спорт», «Кикбоксер» и «Самоволка», которые, собственно, и дали старт невероятной карьере никому ранее неизвестного бельгийца в Голливуде. Ведь привлекательного, очень спортивного и отлично подготовленного парня, да еще и с колоритным нетипичным акцентом, быстро подметили и с начала 90-х Жан-Клод начал сниматься минимум в одном-двух фильмах ежегодно, играя непременно положительных и, конечно же, главных героев, благодаря чему через пару лет каждый школьник знал, кто такой Жан-Клод Ван Дамм. А споры о том, кто же круче он, Арни или Сталлоне, иногда доходили до драк, кто знает, тот поймет. Так что буквально несколько фильмов сделали никому неизвестного в Голливуде бельгийца знаменитостью мирового уровня, после чего посыпались роли, как из рога изобилия. Двойной удар, Универсальный солдат, Трудная мишень, Уличный боец и многие-многие фильмы подобного плана, которые окончательно укоренили имя Ван Дамма в рейтинге самых топовых звезд боевиков 90-х годов. Так что именно то десятилетие можно смело называть его «золотым временем». Когда Ван Дамм постоянно снимался, был регулярно приглашенный звездой на всевозможных светских мероприятиях, участвовал в рекламе и так далее и тому подобное. Да что там говорить, просто вспомните самый яркий показатель славы и обилие твоих портретов на фантиках жвачек, а знаменитые шпагаты Ван Дамма были там в числе первых, и более доказывать ничего будет не нужно. Одним словом, в 90-е Жан-Клод был на пике, но что же произошло потом? А потом совпали сразу несколько факторов. Во-первых, жанр боевика именно в его классическом виде 80-х-90-х годов начал постепенно терять свою популярность. Кино стало со временем меняться и на смену таким героям, как персонажи того же Сигала, Сталлона или Лунгрена, и ежесними пришли новые типажи наподобие Нео, героя Брэда Пита в бойцовском клубе и так далее. Тогда как старая когорта и в том числе, конечно, сам Ван Дамм не слишком хотели меняться, вследствие чего фильмы с их участием необратимо пошли на спад. Плюс, разумеется, сам Жан-Клод не молодел, и ему все сложнее оказывалось играть роли крутых ребят, раздающих всем люлей. Ну и самое главное, если верить актеру, он вошел в длительный и сложный конфликт с кинобоссами. Ведь дело в том, что несмотря на свой статус мировой звезды, Жан-Клод в Голливуде так и остался иностранцем, чужаком которого не воспринимали настолько же серьезно, как, возьмем это в кавычках, своих американских звезд. Ну а актер, в свою очередь, начал требовать к себе такого же отношения и, главное, аналогичных гонораров. Это и стало для него началом конца. Ван Дамм утверждал, что был внесен в черный список Голливуда, когда попытался составить студии дать ему столько же денег, сколько таким звездам, как, например, Джим Керри. В своем интервью изданию «Гардиан» актер говорит, что это произошло, когда он отказался от крупной роли по некому фильму, потому что хотел чего-то лучшего, пытался выбить для себя более выгодные условия, но мир большого кино оказался жесток и отказался играть по навязанным со стороны правилам. Так что вместо увеличения гонораров бельгийский актер получил бойкот и забвение. Продюсеры просто не захотели платить ему столько, сколько он требовал, после чего Ван Дамм попытал счастье в качестве режиссера, например, фильма «В поисках приключений», где Жан-Клод сыграл, конечно, и главную роль. Но, увы, то кино еле-еле отбилось, а карьера былой звезды резко пошла на спад. Он все еще продолжал сниматься, но во все более и более нишевых проектах и к концу 2000-х полностью пропал с радаров зрителей. Впрочем, голос Ван Дамма зарубежная аудитория все еще слышит, например, в таких проектах, как «Кунг-фу Панда 3» или «Новых Миньонах», ожидающихся в следующем году, но, конечно, это уже далеко не то. Хотя, кстати, помимо финансового вопроса, вокруг Ван Дамма к концу 90-х закрепился еще и статус, так сказать, сложного актера. Ведь амбиции героя боевиков все увеличивались, и, по признаниям многих коллег по цеху, работать с ним становилось все сложнее и сложнее. Мы, правда, не располагаем прям конкретными случаями того периода, все-таки тогда еще не принято было кричать во всеуслышание о каждом писке, но, например, можем вспомнить интересный прецедент из дальнейшей карьеры Ван Дамма. Так, в 2010 году Сильвестр Сталлоне поставил и организовал олдскульный боевик «Неудержимый» с целой когортой звезд прошлых лет. Пригласили туда, конечно же, и Жанна Клода, но актер не принял предложение. Почему? Сам бельгиец утверждает, что попросту не имел времени, так как снимался в своем собственном фильме «Путь Орла». Но при этом Сильвестр Сталлоне говорит, что дело обстояло иначе. Просто, дескать, Ван Дамм возражал против сцены из ленты, в которой его герой проигрывал бой персонажу Джета Ли. Кстати, сам Жан Клод позже в очень грубой и нецензурной форме опроверг такие предположения, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, правду говорит именно Сталлоне. А его бельгийский коллега, избалованный главными ролями, даже представить не мог, как это его герой может вдруг проиграть. Понятно, что с таким актером работать сложновато. В качестве другого примера можем привести странное интервью, данное звездой боевиков в Австралии. Когда на вполне цивильный вопрос, как у него дела, Ван Дамм вдруг вышел из себя, начал кричать, что ему уже 25 лет к ряду задают одни и те же глупые вопросы, и попросту прервал после этого интервью. В общем, прям стопроцентных фактов тяжелого нрава Жанна Клода у нас на руках нет, но по многим отзывам и конкретным эпизодам, мы можем сделать вывод, что этот парень в самом деле не подарок. И, видимо, для его карьеры данный факт тоже был вовсе не на руку. Плюс не нужно забывать, что в свое время Ван Дамм успел побаловаться, как и многие его звездные коллеги, кокосом, вы поняли о чем я. По словам актера, к началу 2000-х он тратил на запрещенные веселья по 10 тысяч долларов в неделю. Понятно, что для карьеры и здоровья актера это был существенный удар. Что даже привело к настоящей зависимости и биполярному расстройству, хотя, кстати, возможно, оно было у Ван Дамма и ранее, но просто усилилось под действием веществ. Как бы там ни было, помимо всего прочего, работать с актером стало просто невыносимо, вот Голливуд и перестал. Так что за следующих 10 лет с 1999 по 2008 актер сам снял аж 14 фильмов с собой, естественно, в главной роли, но никакой из них не стал успешен. Также в 2016 Ван Дамм снялся в сериале Жан-Клод Ван Джонсон от Амазон в роли себя любимого, но дальше первого сезона там дело не пошло из-за низких рейтингов. Все-таки личность Жана Клода, увы, утратила уже большую часть своей былой магии, и зрителю было попросту неинтересно об этом смотреть. Так что, как видите, дела у былой звезды боевиков шли все хуже и хуже. Что же происходит сейчас с бывшим кумиром? А сейчас Жан-Клод Ван Дамм в основном живет в Бельгии, хотя и регулярно посещает США, воспитывает детей и практически не снимается в кино. Время от времени появляются слухи о крайне бедственном финансовом положении былой звезды, что сложно подтвердить или опровергнуть, но то, что Ван Дамм стал частым гостем на просторах СНГ, уже ни о чем хорошем для него не говорит, ведь это, как правило, удел списанных в тираж звезд. Хотя какие-то деньги Жан-Клод Ван Дамм, конечно, зарабатывает, так в следующем году должны будут выйти новые Миньоны, в которых он принимает участие как актера звучания, а также ожидается еще один фильм с ним под названием «Последний наемник» для Нетфликса. Но, увы, нужно признать, что за последние десятилетия самое знаковое, что создал Ван Дамм на экране, это невероятно популярная реклама Вольво, когда он зависает на шпагате между двумя грузовиками. На данный момент у этой очень вирусной рекламы более 108 миллионов просмотров, и как ни причально, это больше, чем совокупные зрители любого из всех фильмов Жанна Клода Ван Дамма. Что же, вот такая она история бывшей мега-звезды боевиков, кому было интересно смотреть, ставьте пальцы вверх, не забывайте писать комментарии и, конечно, подписываться на наш канал. Спасибо всем, кто был с нами и всем пока!